Его надо заполнить. Весь нарратив последнего времени сводится к конфликту двух сверхдержав – США и России. Ощущение, что кроме них никого на Земле больше не существует. 24 февраля началась война якобы против США. В этом нарративе совершенно не учитываются интересы стран поменьше. В нашем инфополе даже Украину не признают равноправной стороной конфликта. А в НАТО страны вступают не по собственному желанию, а НАТО как бы само, без спросу и разбору, захватывает новые территории, распространяясь по планете как злокачественная опухоль. Но в чем я уверен, так это в том, что никто не захочет по своей воле получить рак. А вот по поводу вступления в военный альянс у меня сомнения. Ну, неужели Чехию, Венгрию, Польшу, Болгарию и далее по списку принудили силой, подкупили или шантажировали? Вот что меня интересовало. Я начал изучать первое расширение НАТО, которое произошло в 99-м году. А точнее мотивы первых трех стран расстаться с СССР и реакцию российской элиты. В конце года принято строить планы на следующий, в том числе ставить профессиональные цели. На этот год самые оптимистичные прогнозы по развитию карьеры были у жителей Москвы и Челябинской области. И большинство оптимистов — это IT-специалисты. Умение писать код — ценный навык, который придает уверенности в своем завтрашнем дне. Знакомство с программированием можно начать с бесплатного демо-доступа к курсу от образовательной платформы NetaLogia. Модуль называется Python-разработка для начинающих. Этот язык программирования подходит для старта. Он относительно прост в освоении и очень популярен. Специалисты востребованы во многих компаниях. Демо-доступ позволит разобраться в основах веб-разработки, понятиях back-end и front-end, познакомиться с синтаксисом и логикой работы Python, узнать о перспективах в карьере. Или сможете решить, хотите ли продолжать или нужно искать дальше. У NetaLogia большой каталог курсов. Наверняка сможете найти направление по душе. NetaLogia экономит ваши ресурсы. Если курс по какой-то причине не подойдет, можно вернуть деньги или перевестись на другой. Есть понятная разъясняшка, как работает возврат. Переходите по ссылке в описании и получите бесплатный демо-доступ Python-разработка для начинающих. А по промокоду MYGAP у вас будет скидка 45% на платные онлайн-курсы NetaLogia. На самом деле первые звоночки повернуться на Запад у участников Варшавского договора появились еще в марте 91-го года, до распада СССР. Президент Чехословакии Вацлав Гавил заявил об этом практически в лоб. Мы знаем, что по множеству причин в настоящее время мы не можем стать полноправными членами НАТО. В то же время мы полагаем, что альянс стран, который объединяет идеал свободы и демократии, не должен закрывать двери для соседних государств, которые направляют свои усилия к достижению той же цели. Так сказать, развестись еще не успел, а налево уже посматривает. Но самое знаковое событие произошло после распада Советского Союза в апреле 93-го года. Тогда президенты трех стран Чехии, Венгрии и Польши прибыли в Вашингтон в музей Холокоста. И это событие считается началом первого расширения НАТО. Тогда посеялись имена, которые взойдут лишь через шесть лет. На этой встрече президент Польши Лех Валенца не стеснялся в эмоциональных выражениях. Российская армия может стать раздробленной и воевать между собой. Важно также вывести российские войска с чужой территории. Если вам удастся сделать так, чтобы Европа больше не столкнулась с угрозой со стороны России, вы получите Нобелевскую премию. После десятилетий советского господства мы все боимся России. Если Россия снова примет агрессивную внешнюю политику, эта агрессия будет направлена против Украины и Польши. Нам нужна Америка, чтобы это предотвратить. Польша не может оставаться беззащитной. Нам нужна защита американских мускулов. Уже этот текст явно говорит о том, что Польша, выбирая между Россией и Западом, делает выбор в пользу последнего. Нормально. Нормально? Нормально? Ну даёте, ребята. На уроках истории нам такого не рассказывали. Голоса западных участников геополитики наша система образования заглушает. А ведь зря. Ведь в этих голосах звучат довольно интересные мысли. Не исключено, что процесс реформ в России пойдёт вспять. Если Россия снова расширится, у нас будут большие проблемы. Мы должны побудить их к приватизации сейчас и увеличению гражданского производства. Вся их экономическая и политическая система должна быть изменена. О каких реформах идёт речь? И как эти реформы помогут западным странам исключить потенциальную, по словам Валенца, конечно, российскую агрессию? Речь шла о реформах в общественной жизни. Уход от плана и милитаристской экономики. И переход к диверсифицированной гражданской, рыночной. Немного забегая вперёд, в чём-то мы преуспели. Но вот с высокой долей у государства, де-факто, из-за приватизации своим друзьям, ежегодного укрепления вертикали власти и с высокой зависимостью от нефтегазовой иглы, мы за 30 лет справиться не смогли. По мнению Валенцы и многих западных политиков, именно конкурентная и диверсифицированная экономика сформировала бы образованное население, которое было бы куда больше заинтересовано созданием добавочной стоимости и участием в войнах экономических, нежели в самделишных. Ну да вернёмся к нашей истории. Польша и Чехия явно озвучили своё желание отделиться от российской орбиты влияния и примкнуть к западной. Но какое дело, что там хотят эти маленькие государства с суммарным населением под 50 миллионов человек, верно? Главное, как на эти желания реагирует большая и сильная Россия. И тут произошло поистине сенсационное событие. Наиболее активным драйвером ухода из советской орбиты и присоединению к западной культуре, к удивлению фанатов плановой экономики и коммунизма, оказался выходец из рабочей семьи Гданьский электрик, основатель профсоюзов за права рабочих, он же президент Польши Лех Валенца. Через несколько месяцев после визита в музей Холокоста в Вашингтоне в августе 93-го Ельцин наносит визит в Варшаву. И в ходе этого визита Валенца... Я уж не знаю, что он там делал с Ельциным. Президент Польши добивается от российского президента заявления, что Россия не против расширения НАТО. Времена изменились, и сейчас существуют две суверенные страны. Нужно уважать позиции друг друга. Наша страна должна уважать желание Польши вступить в НАТО, потому что обе страны обладают суверенитетом. В новых польско-российских отношениях нет причин для гегемонии и диктата. Нет места для психологии и политики младшего и старшего брата. Помимо этого заявления было подписано множество соглашений о всяком хорошем. Но особенно важным для Польши было соглашение о выводе российских войск с ее территории и совместная российско-польская декларация, в которой упомянуто вступление в НАТО. Там было сказано, что такое решение не противоречит интересам других государств, в том числе и России. И еще раз, это было подписано Ельциным. Правда, после такой сенсации российский эстеблишмент воспылал синим пламенем. Многие были не готовы, не ожидали такого подарка от Ельцина. Неудивительно, что потом появились слухи, мол, Валенцо напоил водкой президента России. В других же источниках говорилось, что на самом деле гданьский электрик проявил политическую грамотность, поставив выбор между альянсом либо с Украиной, либо с Евросоюзом. И есть еще много других версий, как это все произошло. Но суть в том, что после шокирующего заявления российские власти на президента надавили, и ему пришлось немного сдать назад. Сейчас будет довольно долгий текст из письма Ельцина. Если вам по какой-то причине впадлу слушать, то мотните на этот таймлайн. Но я не советую, потому что в нем показано, как Россия разрывается между империализмом и новым взглядом. Речь идет о довольно-таки четко выраженном стремлении этих стран, как и ряда других государств Центральной и Восточной Европы, сблизиться с НАТО, добиться той или иной формы интеграции с альянсом. Мы, разумеется, выразили понимание суверенного права каждого государства выбирать пути обеспечения собственной безопасности, в том числе и через участие в военно-политических союзах. С пониманием отнеслись и к отнюдь не ностальгическим чувствам восточноевропейцев к ушедшему в прошлое сотрудничеству в рамках Варшавского пакта. В целом, впечатление таково, что у них есть основания для определенного беспокойства в отношении своей безопасности. Вместе с тем, не могу не высказать и нашу обеспокоенность в связи с тем, что дискуссия о возможной эволюции НАТО все чаще замыкается на вариант количественного расширения альянса за счет восточноевропейских стран. Скажу прямо, мы являемся сторонниками иного пути. Главную угрозу Европе представляет теперь не конфронтация между Востоком и Западом, а межнациональные конфликты нового поколения. Мы, конечно, понимаем, что возможная интеграция восточноевропейских стран с НАТО не приведет автоматически к какому-то повороту альянса против России. НАТО не рассматривается в качестве противостоящего нам блока. Нам важно учитывать, как на такой шаг могло бы отреагировать наше общественное мнение. Хочу обратить внимание также на то, что подписанный в сентябре 1990 года договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, особенно его положение, запрещающее размещение иностранных войск в восточных землях ВРГ, по своему смыслу исключает возможность расширения зоны НАТО на Восток. Мы вообще сторонники того, чтобы отношения между нашей страной и НАТО были на несколько градусов теплее, чем отношения альянса с Восточной Европой. В перспективе, наверное, нельзя исключать и нашего вступления в НАТО. Но это пока теоретический вопрос. По этому письму можно сказать очень многое. В то время Россия металась между попыткой договориться с Западом путем дипломатии и привычным решением вопросов силовым запретительским методом, не желая отказаться от масштаба былой империи. Можно сказать, что Ельцин был либералом, действия которого вызывали недовольство как у консерваторов во власти, так и в народе. Поэтому он от радости выпрыгнул из штанов, когда США решила официально не принимать Польшу, Чехию и Венгрию в НАТО в ближайшее время, а сфокусироваться на программе сотрудничества НАТО с этими странами. Партнерство ради мира. 17 октября 1993-го... К нам вышел Борис Ельцин. Он походил на ошарашенного быка. Когда Крис изложил ему суть нашего решения по НАТО, мы не будем немедленно расширять блок. А вместо этого сосредоточимся на расширении партнерства во имя мира. Не дав Крису закончить, Ельцин раскинул руки, нараспев тягучий произнес «Гениально! Здорово! Передай дебилу, что это чудесное решение!» В то время Россия надеялась получить достойное место в общеевропейском доме. Тогда, хоть и на словах, но проскакивали фразы даже о возможном, теоретическом вступлении России в Североатлантический альянс. В то время риторика была не такой однобокой, как сейчас. Да даже само расширение НАТО рассматривалось не однозначно, а с разных сторон. Военными, разумеется, резко негативно. Кстати, уже тогда отмечался рост влияния этой касты. Но, тем не менее, расширение НАТО воспринималось не как угроза российским гражданам, и уж тем более российской нации, а всего лишь в качестве экономических лишений. Более того, тогда уже прослеживалась боязнь. Боязнь быть изолированным от Европы. И, смотря на происходящее сейчас, можно сравнить со следующей картиной. В компании из десяти человек есть большой, сильный, но слегка токсичный друг, которого иногда могут не звать на тусовки. Его, как и всех, пугает одиночество, боязнь быть брошенным и невостребованным. Он хочет быть популярным и нужным, но душой компании стать у него не выходит. И тогда он решает давать подзатыльники, громко кричать и угрожать, если вдруг его мнение не слышат. О чем также писал Сергей Караганов. Ныне советник заместителя руководителя администрации президента РФ по внешней политике. Кстати, сейчас его тексты сильно радикализировались. Время такое. Но в девяностых он говорил, что если вдруг Россия свернет с демократического пути, то быть беде. Иными словами, если какое-то время у штурвала находится партия мира, которая сфокусирована на внутреннюю жизнь страны, на реформы и уважительно относится к праву других государств на самоопределение, то если вдруг у штурвала снова встанет партия силы, она займется реваншизмом и исправлением, по ее мнению, ошибок предыдущих либералов. НАТО, о котором принято говорить, что расширялось само, на самом деле получило предельно явные запросы от государств. Президенты Польши, Чехии и Венгрии начали обрабатывать Клинтона с 93-го года. И им потребовалось 6 лет работы, чтобы в итоге добиться своего. Весь нарратив последнего времени сводится к конфликту двух сверхдержав – США и России. Ощущение, что кроме них никого на Земле больше не существует. Этот выпуск – возможность дать слово небольшим странам, позиция которых не просачивается в наше информационное поле. Чешская позиция по партнерству во имя мира была обусловлена поддержкой ценностей западной цивилизации и желанием Чехии защищать эти ценности через членство в НАТО. Россия подписала множество соглашений, но они не всегда держат слово. В одной руке они держат ручку, а в другой – гранату. Прошлым летом Ельцин сказал полякам, что не против вступления Польши в НАТО. У меня даже есть бумага с подписью Ельцина. Но потом Ельцин изменил свою точку зрения. У Чехии, Словакии, Венгрии и Польши западная культура. Все-таки обращаясь к этому утверждению, изолировать Россию нежелательно и невозможно. Основная задача – выработать отношения между НАТО и Россией, которые уважали бы позицию России. Россия не должна иметь право в это ни на решение НАТО, ни на решение суверенных государств в Центральной Европе. Расширение НАТО не должно создать нового врага на пороге России. Притом, из этих разговоров, которые, я напоминаю, взяты из архивных документов, а не популистских СМИ и публичных конференций. То есть нет задачи манипулировать избирателями. Из документов стало понятно, что и НАТО не готово брать всех без разбору. Ведь вступление в Альянс – это в том числе финансовые обязательства, которые не все могут потянуть. Вот здесь Клинтон говорит, что Румынию брать пока не будем. У них доход на душу в два раза меньше, чем в Польше. Чтобы отвечать требованиям НАТО, им потребуется тратить 6% ВВП. Поэтому им пока не стоит вступать. В итоге румынам потребуется еще 7 лет, чтобы подготовиться к пополнению рядов Альянса. И самое интересное, когда в этих 30-летних архивных документах встречается обсуждение тем, актуальных и сегодня. В этом же документе Клинтон говорит, «В Украине, в отличие от Беларуси, есть глубинный импульс к независимости, и у них есть экономический потенциал, которого у Беларуси нет». А три года назад, в 1994-м, были крайне любопытные тезисы, произнесенные президентом и МИДом Словакии. «Независимость Украины – это ключ к европейской безопасности. Но самой большой угрозой для ее независимости является ее экономика. Если мир хочет независимой Украины, ему необходимо предоставить больше экономической помощи». Поддержка экономики Украины означает поддержку российской демократии, потому что независимая жизнеспособная Украина помешает планам российских империалистов. Как вам такая интерпретация событий? Логическая цепочка следующая. Сильная экономика даст Украине независимость. Независимость Украины даст устойчивость к российскому империализму. А в условиях отсутствия российского империализма обеспечится европейская безопасность. Соглашаться с точкой зрения президента Словакии или нет – уже вам решать. Мы лишь дали слово тем, чьи голоса заглушали. Вы знаете, кому отправить это видео, и как создать активность в комментариях. Увидимся на следующей встрече. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА